Жалобы бывают разные. Кого-то волнуют проблемы благоустройства, а кого-то – личные неурядицы. Но и по первому и по второму вопросу активные балаковцы идут в приемную граждан. Сегодня здесь был, можно сказать, аншлаг. На прием к главе Балаковского района Александру Соловьеву записались более 20 человек. И это только кажется, что немного. Любой вопрос прорабатывался сразу же, а по тому времени на каждого обратившегося уходило достаточно много. Вот жители нескольких домов из 4-го Балаковского района жалуются, что у них нет горячей воды. Вот уже 23 года как нет, потому что нарушена циркуляция. В любом случае мы договоримся таким образом. Мы отправляем туда специалистов, которые на сегодняшний день нам еще раз подтвердят объем работы, стоимость работы. Мы с вами встретимся, скажем, сколько это стоит. Зададим вам вопрос, на который получим отрицательный ответ, что вы не в состоянии это, естественно, оплатить. И дальше тогда уже сделаем подробную смету и передадим все на рекоператорство. Следующие обратившиеся недовольны тем, как им провели межевание при домовой территории. Сделано это было не по тем границам, которые были обозначены в градостроительном плане. Вопрос, вам много или мало отрицательного? Нам неправильно отрицательного. У нас было вдоль. Надо больше? Где больше, а где меньше надо. Вот что это такое? После дороги у нас тут один метр. А тут сколько? 35 метров, что ли? А было везде по 19 метров. Когда соберете объявить собрание, соберете, поставьте нас в известность, приедет специалист, будет у вас на собрании участвовать, чтобы все решения, которые вы принимали в общем собрании, были, во-первых, правильные или легитимные, а в следующем мы потом просто поможем привести правильное межевание. Пользуясь случаем, неравнодушные граждане озвучили все проблемы, которые их волнуют. Внутри двора, между домами, находится какой-то заброшенный частный дом. И он весь оброс такими кустами, высокими, большими. И там летом обитают бомжи. Мы боимся за детей, рядом детская площадка. Вообще выяснить, приглашать на инвестрационную комиссию и взывать к совести. Старшая по дому номер 25 по улице Минской тоже решила рассказать про многие проблемы своего дома. И про плохую внутриквартальную дорогу, и про неработающую ливневку, и про протекающую крышу, и даже про пустующую квартиру. Когда у нас квартира в Севец, в год уже нет жильцов. А что там, господи, у нас квартира. Такие вопросы же за них. Можно я ответил? Можно я ответил? Можно я запишу поподробнее тогда? Да. Насчет муниципальной квартиры. В Севеце 25-й, 19-й, служебная квартира. Предоставили очереднику по договору социального найма. Потом выяснилось, что в этой квартире, которую предоставили, объявился гражданин, за которым было сохранено право пользования квартиры. Сейчас мы находимся в суде. По результатам рассмотрения нашего иска в суде, если Сорвин Ольга Константиновна у нас оставляет в этой квартире, мы эту минскую будем распределять очередником. А как она у нас стала нашей, а потом появился собственник? А потому что в свое время мы были в суде, и суд выносил представление ИРЦ, потому что ИРЦ дали недостоверные сведения. Молодая мама Настя Кулагина, имеющая статус сироты, просила помочь ей с жильем. Она стоит в очереди на квартиру в Министерстве строительства. Но там, как известно, можно десятилетиями ждать положенное законом жилье. А у Насти новорожденный малыш, который не может расти в скитаниях. Отдельно вас посмотрим, где вы, в какой очереди стоите. Если получится вас ускорить, значит мы ускорим, чтобы у вас было официальное жилье, полученное на территории Балаковского района. Замечательно. Да, это мы будем заниматься. Если получится, это очередь продлется. Сейчас, на данный момент, у нас большой застройщик Балаковского строительства строит несколько домов. И надеюсь, что он сможет по программе сироты получить максимальное количество квартир для Балаковского района. Тем самым мы ускорим, и вы будете у нас в приоритете, ускорим вам предоставление необходимого законного для вас жилья. А с тем, чтобы у вас не было никаких беспокойств, еще раз вам хочу сказать, никто вас никуда выгонять не будет. Также было несколько вопросов по поводу медицинской помощи балаковцам. Кто-то просил помочь приобрести современный гаджет для незрячего человека. Кто-то посодействовать в поездке на послеоперационное обследование. Каждому обратившемуся был дан развернутый ответ. Все просьбы глава БМР Александр Соловьев взял на личный контроль.